МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сирийская столица подверглась варварским разрушениям. Израильские воздушные пираты бомбили мирные кварталы, больницы, школы. СИРЕНА Сначала уехали мы на агроматизацию в Марию, Туркмени. В течение месяца мы там проводили медосмотры, прививки. И оттуда с последующим объектом в Москву и 26 февраля пересекли границу. Но вы понимаете, как по заказу. В марах сложная погода, это, наверное, раз в год бывает максимум. А то, может, ну-два, и то он не может. А это пришел фронт. И все. Сложняк стоит от и до. Невозможно ни на малой высоте, ни воздушные бои, ни сложный пилотаж выполнять. И, собственно, мы так и не дождались погоды. Об этом никто ничего не знал. Была спецкомандировка. Чувства были у всех негативные. Почему? Потому что перед тем, как нам отправляться, вот нашу эскадрилью, значит, привезли один тюльпанчик, цинковый гроб, этот Николай Юрченко с нашей, с канатовского полка. Значит, одевали чисто гражданскую форму. Давали, начиная от носков и кончая носовыми платочками, все было вот это гражданское и несоветское в то время СССР. Несоветское. Ничего советского не должно быть. В Египте всем и летчикам, и нам, управленцам, хотелось победу одержать. Ну, на аэродроме, когда посмотрели, мешки с песком, там, ну, арабы, все это, ну, военное положение. Ясно, что желал бы назад в самолет сесть уже, но поздно. Уже первый поток надо менять, они год-два месяца там отбыли, давай нужно менять их срочно. И когда самолет уже заходил на посадку, иллюминатор смотрел, пирамиды. Я говорю, ничего себе, как и в Египте пирамиды. Не поверили, да, это начали смотреть, ну, действительно, пирамиды. Это у них праздник, Рамадан кончается, и потом они устанавливают праздник у себя. После этого праздника они обильно кушают, ну, вроде как игра. Когда летели, все время мысли, я думаю, господи, не дай бог, сразу, как говорится, с корабля, не напал только, а это самое, в бой. Все, как курчат. Ну, третий раз лучше не вспоминать. Тяжело было. Вот сколько ехали, и это трассы пуль, трассирующие пули, светящиеся, вот это только в заре, постоянно летают. То есть, но, каждый раз, влетая из готовности номер один, когда поднимали в воздух, все время думал в другой раз, а придется ли на базу возвратиться. Идешь на встречу, идешь с курсом туда, к Советскому каналу, не знаешь тоже, что будет, как будет, будет ли воздушный бой, будет ли не будет. Были и ракеты, и удары, было. Ну, не так уж много, но были. Ну, нарушение границ постоянно, как и со стороны Израиля, вот это, самолеты ходят, и наши, конечно. Вот они есть, и границу там 20-километровую, но только приближаются, наша группа звенок взлетает, и то же самое начинается, вот эта терка. Я не думал о том, что страсть. Но бояться нет, никто не боялся. Бояться, если волков бояться в лес не ходить, зачем тогда ехать было нужно. Израильтян большое преимущество было и в количестве, и в качестве авиационной техники. Хотелось, например, встретиться просто, провести воздушный бой. Что бы получилось? На что мы были готовы? Как бы оно было? В день был, вот это, в сутки, нарушений по, ну, таких, по 100-120 целей насчитывали. Нам запрещали заходить за пределы Советского канала. До Советского канала и все. А за Советский канал нельзя было, запрещено было. А они тоже подойдут до Советского канала и разворачиваются, и назад. Что войска должны иметь боевой опыт, боевую практику. Если, судя по тому, как я наблюдал, то неплохо дрались напряженные те и другие. Один только подбили, на малой высоте подбили. Но он все-таки сел на аварида, сел на своей территории, перетянул Советский канал и сел на свою территорию. Сидели, значит, экипаж наш, и сидел экипаж ихний. Вот. Мы работали на своем языке, они работали на своем. Данные давали на центральную команду. Интересный случай был. Наш был МИГ-25 самолет, новый, 25-й. И они разведчики были. У них объективы там такие были, по 6 объективов, фюзеляжи. И вот он поднимается на 25 тысяч, высоту набирает нашим аэродромом. И уходит, я кажется, Израиль, это все фотографирует. Его никто, ни ракеты не доставали, ни ничего. И вот он экипаж только советский обслуживал. Заправщики постоянно приезжали. Ну, это считался секретный самолет в то время. И вот когда он шел на посадку, на наш аэродром, ну, а я же полагатор, ага, вот он на подходе. Осталось там 10 километров, 5 километров я же вижу приближение. Все, ну, и вышли же посмотреть. Выходим посмотреть, и все же и арабские там, когда это самое, стали мы возле командного пункта. И там где-то метров 16 глубина, вот эта командная площадка, 4 метра идет бетон, а 4 земли. И на каждой площадке арабские солдаты стоят охрану. И вот этот арабчонок, солдат, когда увидел этот самолет, и говорит, фантом, сразу сам забегает туда, этот самый командный пункт, первые двери, и на замок закручивается, мы все на улице. Разрабатывали всяческие приемы, хитрости, ловушки, для того, чтобы заманить израильтян, навязать им воздушный бой, в том числе и придумали такой способ. Наши летчики без заявок, без предупреждений взлетали и шли в район длинии фронта на предельно малой высоте, в надежде на то, что случайно, может быть, как раз в этот момент, во время ихнего дежурства между точками 1 и 2, израильская авиация совершит сюда вылет. И мы неожиданно, абсолютно для противника, сможем их атаковать. И вот, когда наших подняли, дает форсаж, вперед, они как бы, ну, струсили, что ли, поняли, что подняли, разворачиваются, и идут на свою территорию, опять. А это самое звено, которое внизу, разворот боевой, с набором высоты, и сзади полусферы ракетами обстреляли, позбивали. Я же говорю, что я так о мнении, что лучше не воевать. Скажите, а тут как нельзя, кстати, пришлась и песня. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Тогда такая тайна была. Вот, жили хоть там неплохо, но все равно тянула на родину. Скучали, пожалуйста. Скучали. Прошло некоторое время, и появилась какая-то тяга. Я переживал за супер. Вот на это, поедем на экскурсию, на пирамиды мы ездили, то как нас увидят, о, Рос, Рос, здравствуйте, здравствуйте, и заводят на это, подмосковные вечера все. Мы не должны вмешиваться в суверенитет никакого государства. Не должны мы вмешиваться. Они, сами арабы, сколько лет воюют, десятилетий воюют. И они сами не могут с собой разобраться в своем котле. У них другая вера, как говорится, другие законы. Мы навязывать волю не имеем права. Лучше, когда не воюет государство, а мирно живут и развиваются, чем вот эта бойня. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok